Под домашним арестом именно так будет дожидаться окончания расследования уголовного дела директор Центра помощи детям в Иркутске. Женщину содержали и отстранили от должности 1 июля. Руководители учреждения подозревают в превышении полномочий. Речь о громкой истории, в которой воспитанника Центра помощи подозревают в насилии над маленькими детьми. Дело находится на личном контроле у председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. О других не менее важных резонансных событиях дня расскажем в ближайшие полчаса в эфире новости по будням. Здравствуйте! И прямо сейчас короткие анонсы основных тем выпуска от наших корреспондентов. И снова антирекорд. В Иркутской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 340 человек. Это максимум с начала пандемии. Какие новые ограничения ввели из-за распространения инфекции, расскажем через минуту. Расскажем и об очередной трагедии на воде. 17-летний подросток утонул, купаясь на карьере в Иркутске. Также в программе разберемся, как уберечь несовершеннолетних от гибели, травм и переломов. Ломать не строить в одном из парков Иркутска неизвестные вандалы ночью сломали контейнеры для раздельного сбора мусора и перевернули лавочки. Все подробности инцидента в выпуске. В финале выпуска назовем 4 лучших способа победить скуку. Причем тут самодельные сумки, поездка по грязи на машине и кот из Москвы узнаете в рубрике «Повесточки». И теперь обо всем подробнее. Уже который день начинать выпуск приходится с тревожной информацией о распространении коронавируса в Иркутской области. Побит новый антирекорд в регионе. За сутки инфекции заразились еще 340 человек. И это максимум с начала пандемии. Общее же число заразившихся 76 527. За последние 24 часа с болезнью не справился 31 человек. Еще трое с диагнозом COVID-19 умерли от других заболеваний. В больницах сейчас находится почти 5,5 тысяч наших земляков. Из-за такого стремительного распространения коронавируса в регионе вводят очередные ограничительные меры. Так, с 10 июля посещать кинотеатры и с 12 июля фитнес-центры можно будет только с сертификатом с частичной вакцинацией от COVID-19. С 1 августа нужно будет предоставить документ о получении двух компонентов прививки, а также отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее, чем за 72 часа. Тех, кто переболел, пускать будут только со справкой. Такие же документы необходимы для заселения в дома отдыха, турбазы и курортной организации. Наша привычная жизнь из-за пандемии коронавируса сильно изменилась. Помимо того, что непривитых людей не будут пускать кинотеатры, фитнес-залы и туристические места, еще и появление в магазинах и общественном транспорте без маски чревато штрафами. И тем, кто решит купить поддельные сертификаты о вакцинации, и вовсе грозит уголовная ответственность. О том, как новая инфекция может превратить любого жителя Иркутской области в нарушителя, наш следующий сюжет. В развлекательных и торговых центрах Иркутской области все чаще стали появляться люди в форме. Причина не какие-то происшествия, а третья волна коронавируса. Сотрудники полиции и мэрии проверяют, соблюдается ли масочный режим. Пандемия изменила современную реальность, и теперь маски неотъемлемая часть жизни. Без них обслуживать людей никто не будет. Вот здесь вот есть указ, где написано, что исключить обслуживание граждан без минимальных средств индивидуальной защиты. И мы этим правилам строго придерживаемся. Позиция предпринимателей понятна, ведь они несут ответственность не только за своих работников, но и клиентов, которые на их территории не надевают маску. Многие граждане на входных фильтрах, как рекомендовано руководителям, одевают маски, то есть соблюдение масочного режима. То тогда, как находясь в самом объекте, в самом помещении, граждане, к сожалению, данные маски снимают. Это может обернуться штрафом не только для человека. Индивидуальному предпринимателю придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Юридическому лицу в 10 раз больше. Такова обратная сторона пандемии. Поэтому работники сферы услуг не рискуют нарушать закон, да и боятся за свое здоровье. Ведь в день общаются с сотнями горожан. Не все соблюдают, конечно, но мы заставляем всех одевать, без масок мы не обслуживаем, потому что это наша безопасность, чтобы мы не заразились, чтобы мы никого не заразили. Также думают и некоторые пассажиры общественного транспорта. Рейды по соблюдению масочного режима проходят и в автобусах, трамваях, троллейбусах во всех городах региона. Я боюсь за своих родственников, особенно которые в возрасте уже. Но около половины пассажиров не надевают маски. За это можно раскошелиться до 10 тысяч рублей. Так только в Братске с начала года к административной ответственности привлекли 196 лиц. Более 80 нарушителей заплатят 185 тысяч рублей. 115 получили предупреждение. Но так просто отделаться не получится тем, кто продает и покупает поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса и справки с ПЦР-тестами. Да, это еще одна обратная сторона пандемии. Мошенники наживаются теперь и на этом. Но такая деятельность уголовно наказуема. Ответственность за подделку и использование сертификатов о вакцинации предусмотрена не только для продавцов, но и для покупателей. За сбыт и подделку сертификата о вакцинации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет. За приобретение и хранение до одного года лишения свободы. Получить такой срок можно даже в том случае, если фальшивый сертификат не использовался. Стоит ли эта бумажка потери целого года жизни, ответ очевиден. Также надо помнить, что поддельный документ не способен защитить от инфекции. Юлия Шинкарюк, новости по будням. Защита в любой период времени нужна не только от инфекции, но и от несчастных случаев. Только накануне в регионе обсуждали гибель 15-летней девочки в реке, как аналогичный случай произошел уже в Иркутске. 17-летний подросток утонул, купаясь в одном из карьеров в местности Казачья Луга. По предварительным данным, юноша отправился на карьер в двух километрах от садоводства Иркутянин. Несмотря на заросли высокой травы и неизвестный рельеф, подросток решил искупаться, но в итоге утонул. Тело с дна достали лишь после нескольких часов. В обстоятельствах происшествия предстоит разбираться прокуратуре, полиции, следователям и инспекции по делам несовершеннолетних. Было установлено, что подросток начал купаться в этом озере. По имеющимся у нас данным, предварительным данным, да, еще пока они в стадии проверки, скорее всего мог запутаться в тени, в связи с чем произошло удушье и подросток утонул. В настоящее время сотрудниками полиции проведена соответствующая проверка. Проверка проводится прокуратурой Ленинского района, устанавливаются все обстоятельства произошедшего события. Опасные события могут произойти не только на реках. Чтобы убедиться в безопасности детей, сотрудники Росгвардии проверяют школы Иркутской области на предмет антитеррористической защищенности. Специалисты изучают наличие необходимой документации, исправность камер видеонаблюдения, сигналов оповещения и тревожных кнопок, а также проверяют подготовленность самих охранников к различным ситуациям. О детской безопасности говорят все и всюду, однако участившиеся несчастные случаи говорят о том, что зачастую она игнорируется как детьми, так и родителями. Какие риски для несовершеннолетних преобладают в летний период и как от них уберечься, выясняла Дарья Ивазова. Хотела поднять брошку, она ко мне подбежала и укусила за лицо. Семилетняя Настя Цветкова из Братска теперь старается обходить всех собак стороной. Во время прогулки на улице без присмотра соседская собака неоджиданно набросилась на Настю и укусила девочку за лицо. У пострадавшей рваные раны, которые пришлось зашивать. Случай юной брачанки лишь один из множества инцидентов с детьми, которые происходят в летний период. Полиция вывела неутешительную статистику. В жаркий период года количество происшествий с несовершеннолетними вырастает и имеет свою специфику. Самыми большими рисками являются проезжая часть, дорога, водоемы, а также открытые окна и москитные сетки. Очень многие трагические ситуации, к сожалению, объединяет только один фактор. Это предоставление детей самих себе недостаточный контроль со стороны взрослых, а в многих случаях практически полное отсутствие такого контроля. В летний период у школьников наступают каникулы. И незанятые учебой несовершеннолетние часто проводят время на улице, у водоемов, во дворах и парках. При этом не всегда родители следят за своими детьми или хотя бы объясняют им элементарные правила собственной безопасности и порядок действий в экстренных ситуациях, из-за чего растет количество получаемых травм. Свою статистику ведут и врачи. Если в зимний период травмпункт Ивана Матронинской детской больницы в день принимает 60-80 маленьких пациентов, то в летний период эта цифра вырастает до 80-120 детей в день. Чаще всего травмируются подростки от 11 до 14 лет, но нередко травмы получают и малыши, чаще всего падая дома со стульев или столов. Травмы преобладают уличные, много открытых ран, это связано с купаниями пациентов в водоемах. Дети легко одеваются, травмируются на улице, на самокатах, на велосипедах. Чаще случаются нападения собак. Эта категория травм нынче преобладает. У нас в этом году модная такая тенденция самокаты. Не обязательно это электросамокаты. На обычных падают не реже, получают серьезные травмы. Часто это травмы стационарные. Основные рекомендации и у врачей, и у полиции схожи. Детям стоит обходить стороной бродячих собак и не пытаться их гладить. Не заходить в незнакомые водоемы, где можно порезать ноги стеклом или металлом. И быть внимательнее на проезжей части и во время игр во дворах. Родители-специалисты в очередной раз просят внимательнее следить за безопасностью своих детей. Дарья Эйвазова, Василий Заводский. Новости по будням. Полиция региона сейчас также разбирается во обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Инцидент произошел в нескольких километрах от села Моты Шелиховского района. По предварительным данным, водитель больше груза, не справился с управлением и съехал с автодороги, после чего перевернулся. От полученных травм шофер скончался до приезда скорой помощи. Кроме того, с места ДТП госпитализирован в больницу 12-летний ребенок. Нарушение правил дорожного движения в большинстве случаев приводит к авариям, ну или по крайней мере к конфликтам на дороге. Несколько доказательств тому приведем прямо сейчас в традиционной подборке нарушений. Летом многим автомобилистам хочется ездить и ездить, буквально перестраивая маршрут на ходу. Естественно, не в угоду остальным участникам дорожного движения. Например, наш первый герой уже вроде собирался прямо, но внезапно передумал и с крайней правой полосы повернул налево. Справедливости ради поворотник он включил, хотя в случае столкновения ему это бы не помогло. Еще один неопределившийся, также с полосы предназначенной для направления только прямо или направо, решил свернуть налево. Владелец регистратора это вовремя заметил и решил притормозить. Как вдруг неожиданно шофер впереди решает вырулить направо и чуть не задевает автора ролика. Руководствовался владелец иномарки собственной интуицией или проведением автонавигатора остается загадкой. Ну а у этого шофера за рулем дорогого кроссовера наблюдается непреодолимое желание уйти налево. Да такое, что он пересекает сплошную и вклинивается в поворот перед потоком стоящих машин. Поведение классического автохама, которых на дорогах областного центра становится только больше. Если и вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажем в эфире. Иркутские группы в социальных сетях сегодня буквально пестрили фотографиями с одного единственного места – Лисихинского парка. Ночью неизвестные устроили там настоящий погром. Сломанные оказались баки для раздельного сбора мусора, лавочки и не только. Кому понадобилось портить благоустроенное пространство и как долго теперь его будут приводить в порядок, узнаете в материале Кристины Черковой. Сегодня в Лисихинском парке Иркутска посидеть и подышать свежим воздухом не выйдет. Здесь оказались сломаны практически все лавочки. А утром внешний вид парка был еще хуже. Ночью неизвестные вандалы разгромили контейнеры для раздельного сбора мусора, вырвали с бетоном и перевернули лавочки. Вырваны скамейки, которые позже были собраны в кочу, далее были разбиты контейнеры для раздельного сбора отходов. И кроме того пострадали еще две городские клумбы, расположенные на данной территории. Из них был вырван посадочный материал. Желающих навредить городу всегда хватает. В Иркутске вандалы неоднократно портили заборы, клумбы, недавно вот украли ливневки. Но такой масштабный погром произошел впервые. К тому же теперь оголенные арматуры и торчащие доски могут стать угрозой для любопытных детей. Ведь неподалеку установлен игровой городок. Ну конечно мы здесь часто бываем, гуляем с детьми. Здесь ребятишкам очень нравится. Были в шоке. Придя сегодня, увидев поломанные скамейки, конечно, очень неприятно, опасно. Там палки торчат, прямо острые болты. Сейчас рабочие пытаются вернуть в былой вид и комфорт. Сквер у трехсотлетия Иркутска, или как его еще называют, Иркутяне Лисихинский парк. Для этого рабочие уже отремонтировали контейнеры для раздельного сбора мусора и скамейку. После ремонта всех пострадавших лавочек в парке их установят на резинопол. Чтобы в будущем у дизайнеров-самоучек не возникло желание сделать перестановку в сквере. Кстати, сами рабочие удивлены и не понимают, как вандалы смогли разрушить парк буквально за одну ночь. Тяжело было, конечно. Но они приварены к арматуре, их отломили просто от сварки. То есть они просто как-то раскачивали, расшатывали. Чем угодно делали, лишь бы сделать свое дело. Одновременно с погромом в Лисихинском парке, в другом сквере на улице Карла Либнихта, серьезно пострадала знаменитая скульптура зеленого верблюда. Делали рук это одних и тех же людей, лишь предстоит выяснить. Правоохранительные органы уже изучают видео с камер наружного наблюдения. В нашем городе их достаточно, поэтому очевидно, что в скором времени виновники будут серьезно наказаны. Кристина Черкова, Виктор Черкашин, новости по будням. Комфорт проживания зависит и от жилья. Здесь жителям Иркутска, которые собрались обзаведиться собственными квадратными метрами, не повезло. Новостройки областного центра за полгода 2021 подорожали на 21%. Теперь средняя цена квадрата в столице Прибайкалье составляет почти 94 тысячи рублей. Дороже всего жилье в Октябрьском районе Иркутском. Стоимость квадратного метра выше 110 тысяч рублей. Самые дешевые квартиры в Ленинском округе цены стартуют от 74 тысяч. Такие данные размещены на сайте недвижимости Иркутской области. Не отстают и показатели стоимости жилья на вторичном рынке Иркутска. Они тоже поднялись на 1% за месяц. За квадрат в Октябрьском и Правобережном округе придется заплатить от 93,5 до 100,5 тысяч рублей. Наиболее бюджетный вариант опять же в Ленинском районе. Там квадратный метр в доме с историей обойдется в 66 тысяч рублей. Любое, даже самое дорогостоящее жилье не может идти отдельно от инфраструктуры. Жильцы либо сами занимаются облагораживанием придомовых территорий и общественных пространств, либо отдают свои голоса в рамках программы формирования комфортной городской среды за те участки, которые хотят видеть в обновленном виде. Об одном из таких пространств наш следующий сюжет. Сейчас рабочие возят аппарат для утрамбовки грунта, чтобы потом здесь было удобно катать детские коляски и ездить на велосипедах. В поселке Молодежном строят новую парковую зону с игровой площадкой. Ее ждут жители всех соседних домов. Район-то большой, как я погляжу, больше площадок таких нету тут особо. Дома, заборы, все так вот. Даже вот мамочки, выйти с ребенка, у меня вот внук маленький, допустим, так же приедет, пошел в тенечке погулять, очень здорово. Работы проходят по программе формирования комфортной городской среды. Местные жители сами выбрали, что нужно облагородить эти 70 соток земли. На это поселок получил свыше 5,5 миллионов рублей. Деньги выделили из федеральной и областной казны. Чтобы средства по нас проектам расходовались лучшим образом, губернатор Игорь Кобзев поручил в регионе обеспечить общественный контроль. Все организационные моменты взяла на себя Единая Россия. Один из важных аспектов проверок – успевают ли подрядчики сделать объекты в срок. 15 июля – это дата окончания работы. Конечно, мы понимаем, что потом еще будут какие-то мелочи. Ориентируем всех на неукоснительное соблюдение этих сроков. Обязательно проверим, как это все будет выполнено. По нашим подсчетам, с учетом строящих домов, данная площадка будет востребована, ну, как минимум, для тысячи человек. Каждый житель региона может помочь проконтролировать благоустройство общественных пространств. Все объекты, которые приводят в порядок по программе формирования комфортной городской среды, отражены на сайте 38.ок.ру. Тут же можно оставить комментарии и замечания, которые будут учтены при приемке работ. Олег Федоров, Павел Рютин. Новости по будням. Но только ли детских площадок не хватает жителям Иркутска? Ведь очевидно, что придомовая территория должна быть многофункциональной и полезной для самых разных нужд людей. А что именно хотели бы прежде всего видеть горожане в своих дворах, в дворах своих домов, мы решили выяснить с помощью опроса. Мнение прохожих узнаете далее. С зеленых зон и деревьев все это вырубается, и на этом месте ставятся парковки и детские площадки. Все-таки больше надо, чтобы было зелени. Скорее всего, наверное, парковочный зон. Это ближе к центру. И детских площадок. Так, я вот хожу по городу. Центр города, площадок нет во многих дворах. Ребятишкам негде побольше. Зеленых зон? Ну, так пожелательно бы, да? Побольше зеленых зон. У нас во дворе с площадками все прекрасно, с зеленью тоже хорошо, а с парковочными местами проблемы есть. Мне кажется, более зеленых зон не хватает. Просто по поводу даже. Если психологический фактор человека, то человеку более приятно, когда живая природа. Парковочные места сейчас в новых домах действительно очень много денег хватает. Мнение горожан сегодня разделились. Респонденты выступают и за появление детских площадок, и парковок, и зеленых зон. В каждом районе города свои предпочтения. Если жители центра чаще всего выступают за появление детских площадок, то обитатели в спальных районах выступают за появление парковок и зон для отдыха. И, пожалуй, данное разделение мнений соответствует действительности. Анастасия Смирнова, Василий Заводский. Новости по будням. Видит окружающую действительность по-особенному, благодаря чему и получил известность во всем мире. Иркутянин Евгений Доматов занял сразу пять призовых мест на международном фотоконкурсе МАФА. Так, серия работ с парадными Петербурга стала победителем в категории архитектура и взяла золото в категории архитектура и интерьеры. Фотографии под названием «Локдаун Сочи» получили серебро в категории «Файн-арт». А проект «Мальдивы» – бронзу в этой же категории. Проект «Японские журавли» получил оценку похвальный отзыв. Примечательно, что это уже не первая награда Евгения. В прошлом году ему удалось взять три премии на этом же конкурсе. Но завоевать целый урожай из пяти наград получилось впервые. А сразу после новостей спорта расскажем о том, как в Братске отменили день отказа от пластикового пакета и как справиться с хандрой, используя советы кота. Ангарская футболистка Екатерина Тырышкина, входящая в состав женской сборной России и играющая на позиции полузащитницы, заключила контракт на сезон с французским клубом «Дижон». Во Франции спортсменка выступает с 2017 года. Она успела провести сезоны в Родозе, Генгами и Гаври. Баскетбольный клуб «Иркут» пополнился еще одним игроком на грядущий сезон. Контракт с основным составом подписал игрок Дюбла Лев Фетисов. Спортсмен успел зарекомендовать себя в юношеской лиге, поэтому в новом игровом сезоне он дебютирует на новом уровне. Напомним, ранее контракт с «Иркутом» подписали еще четыре иркутских игрока. Александр Анисимов, Сергей Михалев, Кирилл Бахарев и Илья Федоров. Золото Кубка России по настольному теннису среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата завоевал иркутянин Алексей Самсонов. Теннисист выступал в категории «стоя» и одержал уверенную победу в личном зачете своего класса. Всего на соревнования приехали более 70 спортсменов из 19 регионов России. Дарья Эйвазова, новости по будням. В центре внимания лишь Иркутская область. Региональное агентство по туризму объявило конкурс на создание кроссплатформенного мобильного приложения. Среди требований к программе возможность регистрации пользователей из других государств, поддержка нескольких языков, добавление чат-бота с искусственным интеллектом на часто задаваемые вопросы туристов, городская и туристическая навигация, полная информация о городе и туристических объектов в формате гибридной карты и многое другое. Заявки на участие в конкурсе на разработку приложения для туристов принимаются до 23 июля. О других не менее важных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. От скуки никто не застрахован, но с ней можно и нужно бороться. Об этом сегодня и поговорим. Экстремальные соревнования – отличный вариант победить скуку. В Иркутске состоялись гонки по бездорожью, оффроуд. В них участвовали не только местные спортсмены, но и лучшие водители из Приморья, Якутии, Кавказа и Монголии. Они тонули в грязи, переворачивались, штурмовали водные преграды. По итогам соревнований лидирующие позиции заняли гонщики из нашего региона. И разнообразит будни и принесет пользу. Мы об участии в экоакциях. День отказа от пластикового пакета отметили в Братске. Эту акцию брачане проводят уже пятый год подряд. Традиционно для нее местные активисты шьют эко-сумки, а затем их бесплатно раздают посетителям местных библиотек. С помощью таких подарков организаторы продвигают идею отказа от одноразового пластика. Ведь он – одна из причин огромных свалок. Домашние любимцы – профессионалы в борьбе с хандрой. Вот вам инструкция от кота из Москвы. Чтобы справиться с грустью, понадобятся робот-пылесос, модные очки, спортивная олимпийка и крутая песня. И самое главное – представляйте себя суперзвездой. Так вы прогоните не только свою скуку, но и наберете кучу просмотров в соцсетях. Этот ролик с участием Sky посмотрели более 6,5 миллионов человек. И главный совет – следуйте за своей мечтой. Вот житель Франции грезил путешествиями и, как результат, побывал во всех странах мира. Своё путешествие писатель Андреан Туан Брюжиру начал еще в юности. Он передвигался на машинах, поездах, автобусах, самолетах и лодках. Порой мужчине приходилось голодать, а иногда ночевать под открытым небом. Но позитива было больше. Все это приключение заняло у француза 52 года. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт ntsdefistv.ru. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова